О главных событиях в Украине к этому часу расскажем вам в ближайшую 10 минут в эфире ТВ новости в студии Елена Чебак. Здравствуйте. Перерыв на три недели. Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу Виктора Януковича на 3 августа. Чтобы новый защитник изучил материалы производства, послам адвоката дело содержит 51 том и ему нужно время для ознакомления. Все подробности знает Маргарита Стыцюк. Судебный процесс продолжается. Заседание Оболонского суда города Киева по сути дела о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича начнется буквально через несколько минут. Напомню, перед крайним заседанием Виктор Федорович решил отказаться от своих адвокатов. Суд предоставлял ему сразу три варианта участия в процессе. Все их Янукович проигнорировал и мало того решил, что имеет право собственно лично выйти из процесса. Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет. Но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны. В связи со сложившейся ситуацией страна обвинения ходатайствовала о назначении Виктора Януковичу нового адвоката. Им стал Виталий Мишечек. Ему всего 34 года и бывший адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк уже успел усомниться в его компетентности. Однако, к слову о возрасте, военному прокурору Украины Руслану Кравченко всего 28 лет. Есть информация в СМИ, что я каким-то образом раньше был знаком с Юрием Луценко и что это каким-то образом может повлиять на меня в ходе дела. Я это опровергаю. С Луценко я никогда не работал и не знаком с ним лично. К делу подойду со всей ответственностью. Буду придерживаться законодательства Украины. Сразу после начала заседания новый адвокат заявляет, не ознакомился со всеми материалами дела. Страна обвинения подала 19 томов доказательств. Еще два – сторона защиты. Также Виталий Мишельчик планирует наладить контакт как с Виктором Януковичем, так и с его бывшими адвокатами. Возможно, будет снова просить у суда видеосвязи с беглым президентом. Есть информация со стороны обвинения. Я считаю ее давлением на защиту и на суд в целом. Обвинение считает, что сторона защиты может изучать в день по 2-4 тома материала в дело. Один том – это 250 страниц. Это физически сделать просто нереально. К тому же нужно учитывать сложность дела. Я прошу суд дать мне на ознакомление с материалами дела месяц. Суд удовлетворил ходатайство защиты. Следующее заседание перенесли на 3 августа. Чтобы ознакомиться с делом, у нового адвоката Виктора Януковича будет почти месяц. Предоставленного времени до 3 августа для нового защитника, я считаю, будет достаточно, чтобы ознакомиться с делом. Также сторона обвинения предоставит все копии своих материалов. Рассмотрение самих доказательств пойдет со стороны обвинения. Напомню, Виктор Янукович уже три года скрывается в России. Он обвиняется в государственной измене. По мнению обвинения, 1 марта 2014 года он в письменной форме попросил Владимира Путина ввести российские войска на территорию Украины. Общий ущерб от действий Виктора Януковича для нашей страны составляет почти 40 миллиардов долларов. Маргарита Стетюк, Александр Копыловский, UATV. Еще одна потеря на фронте. Утром на Донечине возле поселка Зайцево в результате вражеского обстрела был тяжело ранен украинский армеец. Он скончался в центральной районной больнице Бахмута. Об этом ЕИТВ сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах. Накануне еще один военный получил осколочное ранение в результате гранатометного обстрела на Луганщине по Троицким. Всего за сутки боевики открывали огонь больше 20 раз. В основном из минометов. Начали активно использовать воздушных разведчиков. Их беспилотники, украинские военные, зафиксировали возле Славяно-Сербска и Станицы Луганской. Увеличилось количество провокаций и на Луганском рубеже. После 18 часов незаконное вооруженное формирование трижды били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, 82-мм миномета по Новоалександровке. Также 10 мин боевики выпустили по Новотошковскому. А около 22 часов под огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противника оказались наши военные в Новозвановке и Станице Луганской. В зоне АТО поймали еще двух боевиков. Один из них российский солдат. При нем был военный билет. Украинские нацгвардейцы задержали их на блокпосту в городище Луганской области. Военный наряд при проверке документов пробил их по базе, сообщает прислужба нацгвардии. Сейчас задержанными разбирается военная контрразведка. Деньги на безопасность и оборону. Президент Украины ввел в действие решение СНБО и увеличил финансирование оборонного сектора. Петр Порошенко подписал указ о выделении дополнительных средств. Речь идет о закупке вооружения и техники на 60 миллионов долларов и о заводе по производству боеприпасов. На его строительство выделят из бюджета приблизительно такую же сумму. СНБО должен утвердить программы до 15 сентября, говорится в указе. Украина поднимет вопрос деоккупации Крыма на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. Отметил, сейчас разрабатывают несколько инициатив. Все они на основе международных и санкционных механизмов. Елисеев добавил вопросы Крыма и Донбасса, а это Альфа и Омега в переговорах с международными партнерами. Представители Украины в ООН неоднократно заявляли, российские оккупационные власти в Крыму массово и систематически нарушают права человека, уничтожая идентичность украинцев и коренных жителей полуострова, крымских татар, а также других этнических и религиозных групп. Полгода работы Комитет защиты журналистов привез в Киев свои материалы, которые касаются убийства Павла Шеремета. По словам автора отчета журналиста Кристофера Миллера, расследование в Украине застопорилось. Мотивы не установлены. Время и усилия потратили на розыск следов преступления. Признаком убийства уделили очень мало внимания. В отчете также содержится два основных блока рекомендаций украинским властям и международному сообществу. В частности, Комитет журналистов призывает поддерживать любое параллельное независимое расследование, а СМИ постоянно докладывать о результатах. Соглашение с Европолом об оперативном и стратегическом сотрудничестве ратифицировала Верховная Рада. Благодаря документу Украина и Европа смогут обмениваться оперативной информацией в рамках уголовных дел, совместно расследовать преступления и устанавливать местонахождение лиц. Кроме того, правоохранители Украины вместе с сотрудниками Европейского полицейского офиса смогут создавать международные следственные группы. Цель договора – усиление борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Сохранить суть медицинской реформы призвали народных депутатов в Министерстве здравоохранения. Глава ведомства Ульяна Супрун заявила, почти четыре сотни поправок, которые были внесены депутатами в законопроект, существенно изменили документ. Теперь реформа касается не всей отрасли, а лишь первичного звена медицины. Она отметила, парламентский комитет предлагает изъятие законопроекта понятия о соцоплате за медицинские услуги, а также рабочая группа решила отказаться от утверждения международных медицинских протоколов на уровне закона, а это меняет саму суть реформы. Как не мая, международных установок лечения, единого прозрачного финансирования и возможности влиять гражданину на свое лечение, тогда нет и никакой реформы. Неизменными в законопроекте остались договорные отношения с медицинскими учреждениями. Понятие гарантированного пакета медицинских услуг и лекарств, которые депутаты переименовали в программу государственных медицинских гарантий. Независимый заказчик услуг, Национальная служба здоровья и развития системы их ЭЛС. Столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов станут Париж и Лос-Анджелес. Это решение сессии Международного Олимпийского комитета. Изначально претендовали также Гамбург, Будапешт и Рим, но вскоре отозвали свои заявки. Какой город будет проводить игры 2024 и 2028, станет известно в сентябре. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах уже назвал определение хозяев игры на следующие 11 лет историческим решением и тройной победой. Напомню, Париж и Лос-Анджелес уже принимали Олимпиады, а следующие игры пройдут в 2020 году в Токио. Это прекрасная возможность, я должен сказать. При этом это очень-очень важно для будущего Олимпийских игр. Так как обеспечение стабильности игр аж на 11 лет, это на самом деле что-то экстраординарное в современном мире. Это очень важный день для Олимпийских игр. Прекрасный день для двух замечательных городов, двух великих Олимпийских городов. Сегодня мы создали фундамент, благодаря которому, мы уверены в этом, победим все. Мы очень ждем, чтобы уже окончательно все определить уже через несколько месяцев в Лиме. Это все новости к этому часу. Мы делаем паузу, но ненадолго, лишь на два часа. Команда ЕТВ продолжает свою работу, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами.